Сейчас весь интернет буквально пестрит советами, как зенитить потребление электричества в квартирах. Но ведь и город, особенно такой большой, как Таллинн, является крупнейшим потребителем энергии. Какие меры руководство города планирует предпринимать для экономии электроэнергии, и как они скажутся на жизни рядовых таллинцев? Эти вопросы мы адресуем нашему сегодняшнему гостю, вице-мэру Таллина, Владимиру Свету. Добрый вечер. Владимир, если говорить про весну и лето, то нам все-таки здесь повезло, потому что у нас достаточно светло летом, тем более белые ночи, но вот наступает более темное время, осеннее-зимнее. Есть ли у столицы какой-то план по экономии электричества? Ну, так же, как я думаю, что сейчас думают и обычные люди, так и город должен думать о том, как при нынешних ценах на электроэнергию постараться снизить расходы. Еще в начале этого года мы говорили, что для нас безопасность на дорогах, безопасность пешеходов — это приоритеты, мы не будем жертвовать этим приоритетом в году экономии. Из этого исходят и наши меры. Мы будем экономить на освещении там, где это не делает ситуацию более опасной. Это означает, что в первую очередь мы будем экономить на том освещении, которое является декоративным, освещение фасадов, освещение памятников, различные световые решения, как то столбы на площади Вабадусе, мост Рокальмары, подсветка Тартусского шоссе. Что касается зимнего праздничного освещения, то его в этом году мы отключим раньше, чем обычно, не 24 февраля, а 15 января. Уже было упомянуто, что будем сокращать время работы катков, особенно в весеннее время, потому что, когда тепло, то тогда поддержание работы катков — это особенно затратная история с точки зрения электроэнергии. И, возможно, у нас будут некоторые дорожные объекты, где на ночь будет выключаться освещение, но эти объекты будут скорее исключениями. Там, где у нас не передвигаются пешеходы, то есть это какие-то крупные шоссе близко к границе города, это некоторые парки, которые у нас можно закрывать на ночь, например, в Пухеталлине у нас есть два таких парка, и какие-то, может быть, детские площадки, которыми не пользуются ночью. Но, повторюсь, это все будут не те объекты, где люди идут из точки А в точку Б. То есть передвигаться у нас будет безопасно как днем, вечером, ночью и утром. Та информация непроверенная, что с часу ночи в городе наступит полная темнота, она не подтверждается, беспокоиться не о чем. Эта информация ложь. На самом деле наша главная цель в том, чтобы в целом снизить потребление электроэнергии за счет перехода на лет освещения. Город начал эту программу уже в 2014 году. В 2019 году мы стали менять уже по несколько тысяч фонарей в год. И сейчас новой бюджетной стратегией мы принимаем план на 4 года, с тем, чтобы через 4 года в Таллине не менее 95% всего освещения, а это почти 70 тысяч фонарей к этому времени, уже перешли на LED-технологию. И когда мы будем ставить эти LED-фонари вместо старых натриевых фонарей, мы будем их подключать к специальной системе управления, которая позволит не только в очень простом режиме включать и выключать освещение, но и регулировать его яркость. Мы хотим, чтобы у города была единая система управления освещением, где мы сможем динамично, буквально в несколько кнопок, не касаясь реально приборов на улицах, не касаясь электрощитов, которых сейчас у нас 650, грубо говоря, из кабинета, из-за компьютера, регулировать все городское освещение. Мы планируем эту систему как раз внедрить в рамках такого вот масштабного перехода на LED-освещение. Приведу пример. В 2019 году у нас было 60 тысяч фонарей. В 2021 концу, то есть прошлого года, их было 66 тысяч. То есть количество фонарей выросло на 10%. При этом все эти новые фонари, это были LED-фонари. И мы одновременно постепенно меняли старые фонари тоже на LED. А потребление за эти только два года у нас упало на 15%. То есть фонарей стало на 10% больше, потребление упало на 15%. Если мы сможем за 4 года осуществить программу перехода на LED-технологии, мы сможем экономить в год от 1,5 до 2 миллионов евро налогоплательщиков. И эти цифры были посчитаны еще по состоянию на конец весны. После того, что мы пережили летом с точки зрения цен на электричество, с учетом того, что нас ждет еще впереди, я уверен, что эта инвестиция окупится в считанные годы. Владимир, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.